Ку-ку, друзья! Я Арина и добро пожаловать на Мельфей! Сегодня с вами хочу поделиться рецептом ванильного шифонового бисквита на растительном масле. Его особенность заключается в том, что в его рецептуре используется строгое количество всех ингредиентов, но при этом технология приготовления очень проста. Результат будет просто потрясающий, он получится абсолютно у всех, поэтому предлагаю начать, чтобы в этом убедиться. Бисквит состоит из самых обычных и доступных продуктов, и в первую очередь это куриные яйца. Я использую яйца категории С0, но, к сожалению, в последнее время они стали какие-то маленькие. Обычный сахар белый, мука высшего сорта, кукурузный крахмал для того, чтобы бисквит сделать мягче и растительное масло, чтобы бисквит был более влажным. Из инструментов я буду использовать венчик для того, чтобы замешать тесто, лопатку, чтобы переложить его в кольцо, конечно же сито, чтобы просеять муку, и обычная высокая миска, она должна быть сухой и чистой для того, чтобы все хорошо взбилось. В качестве миксера я буду использовать обычный ручной. Начинаем с того, что яйца разбиваем в одну посуду, не разделяя отдельно на желтки и белки. В сегодняшнем рецепте я больше акцентирую внимание на том, какое количество ингредиентов я использую. Добавляем щепотку соли и взбиваем до легкой пены, после чего мы уже добавим сахар. Сейчас необходимо просто смешать ингредиенты между собой, а соль поможет им немножко стабилизироваться. Примерно вот такая пена должна получиться. К ней мы добавляем сахар и начинаем все взбивать до пышной плотной массы. Кстати, я еще дополнительно для аромата добавлю ванильную эссенцию. Вы можете заменить ее, например, ванилином. Как я и сказала, мы взбиваем до пышной пены. У меня примерно ручным миксером это заняло 8 минут. По мощности он у меня средний, всего 5 скоростей я взбивала на второй. Когда яйца с сахаром будут взбиты до нужной консистенции, от венчиков должен оставаться след на вот яично-сахарной массе. Она не должна быть слишком жидкой, но по лопатке вот так вот треугольненько можно проверить, должна стекать эта масса и внизу образовывается небольшая горка. До слишком сильных пиков взбивать не нужно. После в муку мы добавляем кукурузный крахмал и размешиваем их между собой. Если у вас нет кукурузного крахмала, замените его картофельным или таким же количеством муки. Еще раз хочу напомнить о том, что крахмал нам поможет сделать тесто более мягким. Далее мы всю мучную смесь вмешиваем к яичной. Я сделала это в два подхода. Советую просеивать муку по всему диаметру миски, чтобы в дальнейшем тесто равномерно вымешивалось. На данном этапе мы продолжаем работать только венчиком, больше никаких миксеров. Нам необходимо сохранить эту воздушную массу, поэтому движениями сверху вниз очень медленно. Я специально не увеличивала скорость, чтобы вы видели скорость моей реальной работы. Мы вымешиваем тесто. Кто-то использует лопатку, но мне кажется, что венчиком это делать гораздо удобнее, потому что он помогает муку равномерно распределять по всей яичной массе. Во втором подходе мы делаем все то же самое. Движения такие же аккуратные. Тесто у нас станет уже более плотным, поэтому мы все же до сих пор обязаны сохранить его воздушность. Движение снизу вверх, от середины, к краям и по кругу. Иногда я даже проворачиваю миску, чтобы себе помочь. Когда мы уже замешали тесто, буквально 3 столовые ложки мы откладываем в отдельную миску и туда же добавляем растительное масло и тем же венчиком начинаем просто все смешивать вместе. Здесь не нужно сохранять ни воздушности, ничего. Просто нам нужно привести это все к однородности. В таком виде ввести масло в тесто будет гораздо удобнее. Кто-то любит добавлять сразу туда, но мне кажется, что так будет гораздо эффективнее. По крайней мере, практика не обманывает. Далее готовую смесь мы вот так с краю аккуратно подливаем в миску и начинаем снова мягкими движениями. Здесь не обращайте внимание на скорость вмешивать масло. Буквально несколько движений долго вымешивать не нужно. К этому моменту духовка уже должна быть разогрета. Нам необходимо переложить тесто в кондитерское кольцо, которое предварительно нужно выстелить фольгой, как бы сделая донышко. Аккуратно перекладываем тесто. Также советую не вкладывать тесто прямо в центр, а стараться его раскладывать по кругу, чтобы в центре не образовывалось уплотнение. И чтобы выгнать лишние пузыри, можно вот так вот еще зубочисткой немножечко поверху поводить. Там прям вот видно, как эти пузырики воздуха выходят. Это очень эффективный метод, я советую его попробовать. Тесто отправляем в духовку на 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить чистой и сухой. Это значит, что бисквит готов и хорошо пропекся. Для данного количества ингредиентов 30 минут вполне достаточно, чтобы тесто было готово. Далее мы переворачиваем наш бисквит вверх тормашками и даем ему вот так остыть в течение 30 минут при комнатной температуре. Через 30 минут вы уже спокойно можете прикоснуться к кондитерскому кольцу. Это значит, что бисквит можно вынимать из формы. Снимаем наше импровизированное донышко. Да, я использовала два слоя фольги, потому что моя духовка слишком сильно жарит снизу. Все должно легко сниматься. Как видите, у нас нигде ничего не протекло. Это просто замечательно. Значит, тесто было нужной консистенции. Бисквит из кольца вырезаем с помощью длинного и плоского ножа движением от себя. Если такого ножа нет, то воспользуйтесь обычным. Ничего страшного в этом не будет. Готовый бисквит очень хорошо выходит из формы. Дотрагиваясь до него, вы почувствуете, как он немного пружинит. Это значит, что он хорошо пропекся. Также, как видите, у бисквита шапочка вообще не сильно поднялась, а еще пока он отлежался, она и опустилась. Поэтому это идеально ровный бисквит. Из него можно нарезать около четырех коржей. Несмотря на то, что бисквит оставалось всего полчаса, он также прекрасно нарезается. У него просто невероятно мягкая и нежная текстура. Вы постоянно будете слышать этот звук, назвать бы его влажности. Бисквит просто потрясающий получается. Он супер нежный. Мне кажется, что я за свою практику уже после кексовых вариантов бисквитов такой нежности еще не встречала. Растительное масло прекрасно справилось со своей задачей. В бисквите почти не чувствуется этот яичный привкус, например, как в классическом варианте. Поэтому я считаю, что шифоновый бисквит на растительном масле это идеальная база для любого нежного торта. Конечно же, я их убираю в пищевую пленку в холодильник. Правильнее бы это было сделать до того, как я их разрезала, но мне просто не терпелось показать вам его текстуру и, в принципе, отразить все плюсы этого варианта теста. Ключевой успех этого бисквита заключается в том, что мы соблюдали правильные пропорции всех ингредиентов и поэтому у нас получился такой потрясающий результат. А я отправляю этих красавчиков в холодильник и они пусть там ждут своего торжественного часа, когда станут каким-нибудь очень вкусным тортом.